Мой бедный мальчик. Бедный, бедный мой 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 мальчик. Бедный мой мальчик. Да не знаю. Я заплачу. Есть деньги, правда. Вот, 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 вот. Вот. Телефон дай. На, только быстро мне. Алло, Рома, это я. Мы с вами договаривались о встрече. Садись. В общем так, ни о чем преступном я тебя не прошу. Надо только Полищук и Клименко поместить в одну камеру. Но это будет очень трудно. А так легче? Есть еще вопрос? Нет. Ну так свободен. До свидания. Адвокатское удостоверение. Официальный запрос. И письмо из госархива МВД Украины. Угу. Я бы очень хотел ознакомиться с этим делом в рабочем порядке. Я вижу, что вы хотите. Ну. А скажите. Что там происходит в Киеве? Летуют? Вендеровцы, фашисты. Я приехал сюда по другому вопросу. А что думают просвещенные граждане по поводу аннексии Крыма? Я приехал сюда по делу Людмила Полищук. Семнадцатилетней давности. Угу. Хорошо. А вот с этим письмом вы спуститесь в архив и там ознакомитесь с делом. Прошу. Спасибо. Вы знаете, я не могу сказать за всех прогрессивных граждан, но за себя могу. Мне очень нравилась карта Украины образца 1991-2013 годов. И нравится до сих пор. Вы вообще в своем уме? Куда мог деться мой отец, а? У вас частная клиника, где сутки стоят, сколько средняя зарплата по Украине, а из палаты пропадают люди. Вы это как-то можете объяснить? Александр Павлович, у нас такое впервые. Я сам не понимаю, как это произошло. Вы главврач или кто? Вы главврач, так что объясните мне, где мой отец? Добрый день. Саша, что здесь? Здесь беспредел, Саня. Из клиники похитили моего парализованного отца. А никто ничего не знает. Персонал мычит, ничего объяснить не могут. Я думаю, это все моя бывшая жена. Странно. Она ведь по-прежнему в СИЗО. Ничего, значит, ее какие-то подельники, я не знаю, сообщники. Ты ей скажи, что если с моим отцом что-то случится, я ее убью. Александр Павлович, мы понимаем ваше состояние. Остыньте. Успокойтесь, мы во всем разберемся. И найдем твоего отца, Сань. Вам знакомы эти люди на записях с камер наблюдения? Сань, ты издеваешься? Они в масках. Ну, может быть, есть какие-то соображения? Похожая фактура, рост? Да нет уже никаких соображений. Кому нужно было похищать Павла Григорьевича из больницы после инсульта? Ига, где Рома? Он должен быть здесь. Ума не приложу. Здорово. О, привет, дружаник. Как дела? Ничего, так не хило. Могорыч вам привез. Что у вас как, что нового? Все по-старому. Мочим укропов. Вот сейчас одним из них разбираемся. Пришел к нам записаться в нашу команду. А потом стал всякую ахинею нести. Ну, так а что ляпнул? А ты спроси. А что ляпнул, мужики? Сказал, что мы, доблестная армия ЛНР, шмаляем градами по мирному населению. Ага. Послушай. Так и сказал, при этом укропов обвиняю. Это ж правда. Я ж своими глазами видел. Я тебе собственную руками замочу. Давай его в лес. Э, мужики, погодите, погодите. Стой, стой, стой. Стой, ну. Погоди. Гена, ты что ли? Мужики, это земляк мой, ну. Да мне плевать, чей он земляк. Он укропский нацик. А может и правосек. Взять его и расстрелять как собаку. Да не. Оформляйте его. Да не, мужики, ну чего вы завелись, а? Ну не нацик он. Не нацик. Это Гена. Я его знаю с детства. Гена, э. Ты что? Что ты несешь такое, а? Ты вообще тронулся? Да он полоумный. Он с детства с головой не дружит. Мужики, мне на заводе он как раз будет мужу. Чего его грохать, а? Ну, я заберу его. Ага, заберешь. За свои поступки надо отвечать. Пускай за свои слова отвечаешь. Мужики, да стой. Ну, вот и голова два уха. У меня же магарыч есть еще бонусный вам. Ну. Я сейчас с кабанчиком. С новой партией. Ништяк. Только вы аккуратно, потому что очень крепкие. А? Совсем другое дело. Ну, забирай свою полудурка. Валите пока мы добрые. Валите. Он у меня на заводе так пахать будет. Как лошадь. Пожалуйста, позвоните моей бабушке. Она приедет. Она вас очень хорошо отблагодарит. Зачем я вам? Я же ничего не сделала плохого. Ляг и успокойся. Ты что, не понимаешь, где ты находишься? Какая бабушка? Позвоните ей. Я бы сейчас все отдала, чтобы оказаться рядом с ней. Послушай, тебя отсюда никто не отпустит. И никакая бабушка тебе не поможет. Так что смирись. Встать! Продопрос. Так. А теперь шлифуем ногти. Считай, что это был твой первый урок. Так. А это что за безобразие? А где клиенты? И почему вы используете мои материалы в своих личных нуждах? Извиняюсь, я за что вам деньги плачу? Ну так у меня же окно. А клиент будет через полчаса. Вот мы и тренируемся, пока есть время. Значит так. Немедленно прекращайте эту самодеятельность. А нет клиента в салоне убирайте. И нечего бездельничать. Нечего. Да. Хороший мужик. Жаль только строгий чересчур. Безнадежный вариант. Не трать время понапрасну. Женат. Да, тут не с нашим счастьем. Тебя открыто. Воров не боишься? Никого не боюсь. Зачем пришла? Выразить восхищение. Молодец, Ромка. Где закопал старика? Не понимаю о чем ты. Прошлой ночью двое неизвестных в масках похитили Павла из клиники. И увезли в неизвестном направлении. А ты об этом? Да, я знаю. Саша звонил. Переживает. Всю милицию на уши поднял. Как думаешь, Павла найдут живым или мертвым? Понятия не имею. Отойди, я спешу. Минуточку. Где его завещание? Отдай мне бумагу, или я сдам твою беглую зачку. Опоздала. Она сама уже сдалась. Пошли. Ты думаешь, что Люся к этому причастна? Я уверен. Ну, мне кажется, она на такое не способна. Никто не знает. Ну, что способна эта женщина? Ты знаешь, а я ей верю. Да? Верю. Во-первых, она не знала, что Владимир твой брат. Первое. Во-вторых, Шубак сам сказал, что он считает, что ее осудили несправедливо. И скорее всего, она никого не убивала. Ты Шубак идиот. Прости, Саша, но я не согласен. Вчера ты готов был за нее умереть, сегодня ты хочешь ее уничтожить. Я понимаю, что тебе больно. Я понимаю. Но, слушай. Ты знаешь, из-за чего мне больно, Степ? Из-за того, что мой лучший друг защищает моего врага. Не надо так. Саша. Да, ты мой лучший друг. Но и Люда не чужой мне человек. Она сестра моей жены. Я сделаю все, чтобы ей помочь. Андрей, ты знаете? Зажношей к себе. Нюх. А, глянь. Г�essee. мамлюсь какая-то непонятка в камере мне это не нравится успокойся не обращай внимания так уже судьба обидела я хочу обратиться к похитителям моего отца я понимаю что бессмысленно взывать к вашей человечности раз вы украли парализованного старика но надеюсь что у вас осталась способность рассуждать адекватно оценивать реальность сегодняшнего дня вас будет разыскивать не только правоохранительные органы я обещаю заплатить миллион гривен за информацию которая поможет разыскать моего отца снято осторожно я микрофон отцеплю получилось очень неплохо даже убедительно понимаю насколько тебе тяжело в этой ситуации и с отцом беда и с людой марин спасибо тебе большое за помощь за твое участие но я хотел попросить тебя при мне больше не упоминай имя моей бывшей жены хорошо мне просто неприятно его слышать пойдем все без толку ничего она не сказала она действительно ничего не знает это просто чокнутая наркоша ну а я что говорила зачем ее надо было на допрос таскать и кого здесь допрашивать бабулечка родник помоги ну че мне теперь с ней делать пускай она катится на все четыре стороны Отведи его к врачу, пусть хорошенько подлечат. И аккуратно с ним, это земляк мой. Опа! Кого-то важного такого мы привезли, что он сам из машины выйти не может. Еще решил подлечить его за хозяйские деньги. Потому что он твой земель, а? Не гавкай. А не боишься, что Жора вернется и наваляет тебя за самодеятельность, а? Слышь, не лезь мне в свои дела. Он не только земляк мой, из него работник нормальный получится. И не спорь со мной. Если с Геной что-то случится, голову из тебя сниму, ясно? Ну, рассказывай, кто ты, откуда? Гена Королев. Сам местный. Родителей нет, жил с бабушкой. Да ее потом не стало. А с ней что случилось? Снаряд залетел. Бабушка погибла. Когда ее похоронил, к ополченцам пошел. Ну, а там обстрел, плен. Причем, как-то так. Ладно. Не переживай. Все вылечим. Температуру с объемом. На ноги поставим. А дальше что? А дальше без вариантов. В цех. На работу. Добрый день. Как бы я мог найти следователя Галенко, Михаил Федорович? Нет такого. Был, да весь вышел. Вышел. А когда я могу его застать? Никогда. Нет больше следователя Галенко. Аттестацию не прошел при новой власти. Михаил Федорович, я к вам. Я адвокат из Киева. Валентин Степанович Шубак. Очень бы хотелось переговорить с вами о деле Людмилы Полищук. У нас в производстве каждый месяц было несколько дел. Вы думаете, я помню какую-то Полищук? Ну что ж, я вам освежу память. Пятнадцатилетняя девочка убила спикера Крымского парламента Владимира Мешкова. Вон она как. Это же сто лет назад было. Семнадцать. Все равно срок давности прошел. И все же я буду добиваться пересмотра дела. По вновь открывшимся обстоятельствам. Дело все в том, коллега, что даже при поверхностном ознакомлении сразу видны грубые неточности заключения судмедэксперта. Выводы есть, но нет подробной описательной части. Получается, составляли его формально. Причиной смерти указана колотая рана, но тело было изувечено. До или после смерти? Тоже не написано. В результате медицинского обследования, проведенного 2 сентября 1997 года, был обнаружен наш. Нет никаких новых обстоятельств. Там много чего не написано. Так что же будем делать, Михаил Федорович? А гори оно все огнем. Давайте. Давайте разворошим этот муравейник. Ну, давайте. Вы это дело помните? Нюансов не помню, но дело было на контроле у руководства республики. На меня давили. Ну, понятно. А перед самым судом отстранили от дела. Туда передавал дело уже другой следователь. Кто? Он уже скончался. Я вам помогу в возбуждении дела. Пишите заявление. Вот они где у меня все. Эксгумируем жмурико. Аттестацию я не прошел. Профессиональный уровень их мой не устраивает. Но пока, пока, пока еще я в этом кабинете хозяин. Это замечательно. Вас будет разыскивать не только правоохранительные органы. Я обещаю заплатить миллион гривен за информацию, которая поможет разыскать моего отца. Кто мог похитить Павла Григорьевича? Ты переживаешь за отца своего Саши? Он же не мой Саша. Конечно, он хороший человек и прекрасно относился ко мне. Ты чего здесь расселась? Я сезону ее выручу! Вы! Стоп! 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 Охрана! Убраться! Охрана! Пройтись! Передай своему кабелю, чтоб сделал так, как ему говорят! Здравствуй, Катюша. Здравствуй. Здравствуй! Что это? Рома. Кто это сделал? Сокамерницы постарались. Устроили драку на ровном месте, как по заказу. На кого они нацелились? На тебя или на Люсью? Приставали ко мне. Мама Люсь вступила за меня. Солочи. Интересно, кто же их мог на вас натравить? Не знаю, Рома. Но одна тетка мне потом прошипела что-то странное. Что? Передай своему мужику, чтоб сделала то, что ему велели. Иначе похороним. Привет. Обедать с нами будешь? Чего ты добиваешься? Хорошее начало разговора. Видимо, твою любовь все засильно прижали. Что тебе надо от меня? Ром, завещание Павла Савченко. Отдай мне его. Я оставлю тебя и твою девку в покое. Я тебя убью. Давай. Тогда ее точно грохнут. А ты сядешь. И твой Жора тоже. Старика где закопал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Мне кажется, слышал мужской голос. Кто-то приходил? Рома уже ушел. А чего он хотел? Переживает ищет Павла Григорьевича. К нам тут пожаловал гость из американского посольства. Так что готовимся к встрече иностранного гостя. Интересный денек у нас начинается. Здравствуйте. Прошу. Спасибо. Я Станислав Безгин, адвокат Дианы Бреннен, гражданки США. С кем имею честь говорить? Майор Троицкий, замначальника РВД. Следователь Буровков. У меня такое дело. Я хотел бы написать заявление об исчезновении гражданки Бреннер. Она должна была выйти со мной на связь неделю назад. Но мои поиски не дали результатов. Думаю, надо подключать полицию. А почему вы обратились именно в наше отделение? По месту ее временного проживания. Офис, где она работала, также находится в вашей юрисдикции. У вас есть какие-нибудь идеи, где она могла бы быть? Только один человек проявил недовольство от ее приезда в Украину. Это ее бывший муж Александр Савченко. Она потребовала половину акций его фамильного бизнеса Савченко. Понимаете, что это? А что это? Это мотив. Ага. Я рассмотрел ваш запрос и вынес постановление об эксгумации тела Владимира Мешкова в рамках криминального производства. Документы вы можете получить в секретариате. В случае, если повторная экспертиза даст какие-то новые заключения о причинах смерти Мешкова, то тогда будет принято решение о возобновлении уголовного дела 17-летней давности. Ну, это отлично. Должен предупредить по российскому законодательству, вы обязаны уведомить родственников покойного. Так, а если я не буду возражать? Ну, эксгумации это не помешает. Доброе утро. Доброе утро. А могу ли я видеть Александра Павловича? Александр Павлович задерживается, но должен быть вот-вот с минуты на минуту. Вы можете подождать. Спасибо. Вам сделать кофе? Да, пожалуйста, если можно покрепче. Угу. Доброе утро. Доброе. Ух ты, какие люди. Привет. Привет. Варь, сделай мне кофе, пожалуйста, покрепче и без сахара, как я люблю. Черт, ты какой-то помятый, взъерошенный, что ли? Хочешь сказать, неухоженный? Ну, где-то так. Столько сего сейчас навалилось, что я об этом даже не думаю. Ай, вообще нервы не к черту как-то. Не до этого. Тебе нужны силы. И самообладание. Особенно сейчас. Да, да. Силы и самообладание, я понимаю. А ты... Скажи, ты чего пришел? Я же понимаю, что не просто так. Что-то случилось? Да, не просто так. Скажи, где сейчас может быть Диана? Я надеюсь, что она укатила в свою Америку. Вообще, зачем она вам, а? Вы чем занимаетесь? Поисками моего отца или поисками этой американской звезды? Моих суровых дней, а? Благодарю, Варвара. Аромат божественный. Варя, оставь нас, пожалуйста. А вкус? Варвара, вы кудесница. Ну, я не слышу ответа. Что для милиции главнее? Найти моего отца или узнать, где эта Диана? Что вам вообще нужно от этой фурии? Успокойся, Саша. Твоего отца ищут и днем и ночью. Все силы на ноги подняты. А вот Диана отсюда никуда не улетела. Потому что, если бы она улетела, ее бы адвокаты об этом знали. Хорошо, прекрасно. А почему мне должно быть интересно, где она? Есть она или... Что ты вообще от меня хочешь, а? У меня без нее проблем по горло. Я... Я был бы очень рад, если бы никогда ее больше не увидел. Смотри, ты смотришь на меня. М? Думаешь, я женоненавистник? Ты бы тоже таким стал. Если бы у тебя такие жены были, как у меня. Ну, что ты молчи, скажи что-нибудь. Не истерии, Саша. Саша. Пей кофе. Лучше валерьянку. СТУК В ДВЕРЬ Что за венок? Это не венок, это букет. Рассказывай, ты нашел дочку Людмилы Полищук и моего покойного мужа? Ну, пока рассказывать нечего. Богдану я еще не нашел. Как сквозь землю провалилась. Теряешь квалификацию, Жур. Похитить парализованного старика из больницы гораздо проще, правда? В смысле? Ну, это же ты помог, кроме украсть Савченко-старшего. А его что, похитили? И мне-то он зачем? Что за подозрение? Заткнись! Рассказывай, как ты упустил Богдану. Меня тормознули на блокпосту, пока я разговаривал с этими отморозками. Она выскочила из машины. Побежала в лес, а там и след простыл. Мне плевать, как. Но эту девицу ты должен достать из-под земли. Это твой последний шанс вернуть мое расположение. Иначе этот венок будет лежать на твоей могиле. Я все понял. Найду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здорово, мужики. Как вы тут все паров мочите? Стараемся. А ты чего здесь катаешься? Жить надоело. Здесь же опасно. Понимаете, у меня беда. Я дочь ищу. Мы с ней в этих краях попали под обстрел. Я побежал в одну сторону, а она в другую. И потеряли друг друга. Сочувствую. Чем я могу помочь? Я ее с тех пор еще никак найти не могу. Все больницы уже в округе объездил. Страшно сказать, все морги. Никаких следов. Может, вы посмотрите на фотографии? Может, вы где-то ее видели, эту девочку? Посмотрите внимательно. Нет, извини. Ничем не могу помочь. Очень жаль. Надеюсь, ты подевалась. Спасибо, все равно возьмите. Спасибо. Мужики, а вы меня пропустите? Я, может, себе парам фотку покажу. Ладно, проезжай. Только флаг сними наш. А то эти отморозки, если заметят, замочат и имя не спросят. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Что, уходите? Я здесь одна останусь? Да, ухожу. Завтра утром буду, не скучай. Может, вы меня отпустите? Я не хочу больше здесь находиться. Пожалуйста. Ты что, с ума сошла? Я, между прочим, за тебя головой отвечаю. К тому же ночь на дворе. Слышишь, какая гульня там? Так что от греха подальше. Эти и в окно влезут, если увидят тебя здесь. Я тихонько побегу, как мышка. Так не выдумывай. Ты что, смерть свою ищешь? Или, может, хочешь стать игрушкой для этих пивунов на ночь? Не хочу. Я ухожу, а ты только попробуй рыпнуться. Свет не включай, чтобы с улицы не было видно. Завтра утром что-нибудь придумай. Что придумаю? Вы меня отпустите. Так ты опять завела? Все же уже поняли, что я не диверсантка. Я даже толком не знаю, что это слово значит. Я к бабушке хочу. Послушай, я тебе обещаю, что завтра утром я помогу тебе добраться до ближайшего города. А сейчас спи. Здорово, Семен. Как дела? Насыпаете врагам? А то, по самому помидоры. Тебе-то чего не спится? Проблема у меня, потому и не спится. Девочку эту видел? Симпатичную. А я что? Это что? Это дочь моих хороших знакомых. Пропала девочка где-то в этих краях. Родители себе места не находят. Обещали хорошую сумму денег тому, кто ее найдет. Либо предоставить какую-нибудь информацию о ее местонахождении. Давай, с вами покажу. Там на обороте мой новый номер. Пойдем дам задатку. Подожди. На, покуришь. Давай, заезжай. Я думала, телеграммы в 90-х отменили. Все? Достаточно? Прокуратура Крым сообщает, что в связи с возобновлением расследования уголовного дела будет произведена экс-гуманция. Что? Они хотят выкопать моего мужа. Не дам в других никогда rate. Красныйaving бранд. И я похожий на виние на два дня. Это — д Sug. а а